приветствую друзья сердечно вы знаете что у меня вот это социальное изобретение которое мы вместе с вами делаем вот это формат коллективный разум ну пример это написание картин когда мы все вместе пишем я например пишу картину потом вы мне пишите комменты я все взвешиваю принимаю решение и в конечном счете доводим картину до такого состояния когда можно и на выставке не стыдно поставить и много получить похвальных слов и поделиться опытом да ну вот вы представляете вот сейчас я очень хочу я давно уже сделал такую группу она у меня пока закрытая райская группа называется но вот много много людей просились туда попасть а я пока вот так вот ищу братьев по разуму чтобы именно достойнейших туда включить потому что там я хочу такой контент дать безумно интересные и как всегда которого в мире нет и там значит я хотел бы вот что я просто сейчас обрисую контуру этого контента и имеющий уши да услышит и как я говорю свет в глазах смотрящего ну кто уже так сказать почти подходит к тому моменту когда вот яблоко упадет и он сделает открытие то есть когда человек готов к пониманию когда он уже почти со мной на уровне на той волне на которой я нахожусь я имею ввиду может быть на своей он там еще выше а я имею ввиду о чем я рассказываю так вот хочу сказать что помните я рассказывал вам раньше о зеленой зоне как подбирать действия чтобы они были синхронно текущему состоянию в моменте по зеленой зоне что там не надо делать никакого усилия что наоборот надо делать то что синхронно текущему состоянию в моменте да вот но если новичок сюда сейчас зашел и смотрит и слушает пожалуйста пусть поинтересуется много лет подряд я рассказывал что такое зеленая зона что такое минимальное усилие что такое энергоэкономика личности и так далее и вот модель работы мозга я рассказывал кто-то понял кто-то не понял но все зависит от уровня опять же подготовленности внутренней и мира ощущения вот я рассказывал такой случай например когда академик роботнов отец русской советской механики когда я его спросила что для вас близко по мироощущению он сказал тягучесть сыпучесть трескучесть вот это его модельность восприятия ему это было близко и и каждому из нас что-то очень близко кому-то музыки слышится и шум ветра и пение птиц другому музыки это не слышится другому в ощущениях что-то чувствуется но кто-то кинестетики кто-то там аудисты там и прочее тем модальности но я сейчас что хочу сказать есть такое положение которое называется ну зеленая зона а если вот какое-то состояние когда вы в потоке но восходящий поток знаете вот когда моторы даже не работают у планера никакого нет там моторов он попал восходящий поток его несет несет и и вот оказывается у человека есть момент в котором он как в ударе говорят у человека в ударе да вот ну всем такое понятно понятие да быть в ударе но когда он на пике своего творческого состояния так вот если в этот момент под этот прожектор подставить любую деятельность оказывается это мое изобретение открыть у художника это может быть картина вот он на его рисовал рисовал никак не получалось а в этот момент когда он ударит он раз и неповторимостью мазка мастера сделал шедевр ну вот вы представляете да я привожу примеры для того чтобы понять не было неповторимостью мазка неповторимостью слова а если он математик он в этот момент решит вопрос там теорему какую-то свою а если он писатель он наконец ну короче говоря вы понимаете кто в каком находится внимание в этот момент под этот луч его максимальной эффективности и он там может сделать этот неповторимый мазок я хочу тайну эту раскрыть я хочу в этой райской группе куда попадут я сейчас начну скоро туда записывать достойнейших а у нас почетные участники школы человек будущего homo futurus достойнейшие у нас есть там любовь абакумова у нас на месте александр у нас есть там полщиков у нас там есть федор макар у нас там ну там 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 конецки конечно но у нас там много людей которые вполне достойные и мы дружим и мы всегда понимаем друг друга и мы на одной волне причем с разными характерами с разными такими вот вкусами кто-то любит живопись кто-то любит стихи кто-то любит музыку кто-то любит танцевать кто-то любит вообще что-то техническое у меня есть друзья которые мастера три из которые у самого лично от шулера учились и были первыми там там мы сейчас дружим так вот этот момент мой друг один именно сейчас говорить не буду короче говоря он сделал столько изобретений сколько никто на планете не делал и вот он говорит я всегда решу вопрос мне главное найти в себе состояние уверенности мне звонят ой боже мой опять мне звонят ладно друзья я потом да расскажу да я сейчас секундочку я там отключу сейчас секундочку секундочку я там отключу потому что я там запись выключу я знаю ну когда у меня там запись сейчас мы с вами поговорим а там я продолжил следующий раз потому что я хочу рассказать потому что я хочу рассказать интереснейшее как находить себе воспроизводить состояние когда человек в ударе и под этот прожектор мировоощущения подставить любую задачу и он ее решит будь то живопись давайте я не буду вам мешать тогда другой раз не сейчас мы сделаем сейчас 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 сейчас